Бокертов, друзья, и мы с вами сегодня с Божьей помощью разберём девятую Мишну пятой главы Бава Батра. И если вы помните, да, ещё в нашем детстве было такое, нас мамы отправляли как бы с бидоном молока и туда клали деньги, да, то есть давали деньги, и мы бегали, покупали хлеб, покупали молоко ещё в Союзе. Такая удивительная Мишна как бы говорит именно про эту ситуацию. Видимо, так было и тысячу лет назад, две тысячи лет назад. Человек, который послал своего сына маленького, к лавочнику, купить масло за Исар, дал ему монету и дал ему пундион в руку. То есть, да, ребёнок держит монету, он знает точно, что вот там он бежит, даёт там продавцу и приносит домой, там, не знаю, в данном случае там масло, да, или молоко. Пундион – это два Исара, это одна сорока восьмая сцелы, но масло стоит один Исара. И всё правильно сделал, то есть его знает уже продавец. Он дал ребёнку на один Исара, то есть он как бы два Исара у него, да, он на один Исар дал ему масло и дал ему один Исар сдачи. Всё, так и должно было быть, без старшего он дал ему это Исара, одев, шавар, этот слухит. И ребёнок случайно выронил этот бидон и разбил, разбил стекло, разбил всё. И разлил это масло. И потерял Исар, который ему сдачу дал продавец. Говорит Мишна Ахенвани Хая, виноват продавец. Ничего себе. Так, ребёнок купил бидончик масла, по дороге получил сдачу, по дороге разбил масло и потерял сдачу. Виноват продавец. Почему? Что имеется в виду? Зачалаем это пундион в этот слухит. Да, написано, да, что продавец должен вернуть этот пундион и вернуться к саму Тару. Так, давайте посмотрим. В Талмуде всё объясняется, вообще непонятно почему. Объясняется в Талмуде, потому что отец послал своего ребёнка с целью, чтобы тот только сказал продавцу о том, что ему нужно там, да, баллон молока, и что тот должен был просто взять деньги у ребёнка, а молоко из дачи отправить через шалеха своего взрослого, барда, то есть как бы, да, человек, который уже, да, там, будет старше 13 лет. Ну, как-то это всё непонятно. Как-то это всё непонятно. Тогда бумажка должна быть. Он же не будет гадать. Он говорит, ребёнку дал пидон, говорит, конечно, он его разбил, деньги потерял. Мол, думать должен был не... Точно так же можно сказать, почему тогда отец отправил. Он же могут знать, что он разорвёт. Это, да, значит, что-то неправильно. Как-то разъясняем пока. Не до нас отошли, но с объяснением. Да, давай посмотрим. Видимо, в то время, то есть, как бы он говорит, слушай, мой ребёнок может принести монету и сказать, что нам нужно, но ты как мог ребёнка отправить, да, с бидоном молока, да, ещё и монету ему всучить? Конечно, он всё разбил, потерял, испугался, да, убежал. То есть, о чём ты думал, да? А из-за того, что продавец отправил всё в руках бедного ребёнка? Шейно бардаат, который не является бардаат, то есть, он ещё несовершеннолетний, он считается, да, что нет у него даат, да, то есть, да, он не в состоянии принимать решения. А рей ухаяв. Поэтому, как бы, халата в данном случае проявил именно продавец. Однако, спрашивает Алмуд. Хорошо, говорит, ну а почему, говорит, должен продавец платить ещё и за бидон? То есть, он ему дал бидонок стеклянный, как, знаете, как родители ещё закидывали прямо туда деньги, да, чтобы ребёнок не потерял, они прямо в бидончик. У нас прямо было такое. Закидывали деньги, ребёнок бежал, клал, продавец уже знал, да, в связи с этим никто никого не обманывал. Сразу там забирал деньги, набирал молоко. Но в данном случае, да, спрашивает Гимара, хорошо, говорит, ну а за бидон почему нужно платить? За саму тару стеклянную. Разве это не а вейда ме даат? Разве это не осознанная потеря? В таре а ва смошалах этот слухи беда и бидонок дан? Ведь сам отец послал ребёнка с этой стеклянной тарой в руках. О, видишь, твой вопрос, Гимара говорит. Шалва. И поэтому Гимара говорит, что нужно признать, что, видимо, ситуация, в которой говорится Мишна, это было бы нелогично. Не может он отвечать. Сам отец послал его с этой тарой, почему он должен платить за неё? Очевидно, речь идёт про ситуацию, когда продавец взял тару из рук ребёнка и использовал её в качестве замера для других покупателей. Он привёз ему пятилитровую тару, он такой, отлично, как раз там у меня другой пришёл 15 литров купить. Он ему отмерил три раза по пять и отдал. То есть он использовал тару ребёнка в своих целях, а поэтому он перешёл в статус Шоэля. Если человек на бесплатной основе берёт попользоваться чьим-то имуществом, то, пожалуйста, так можно. Но только он должен понимать, что у него полная ответственность, максимальная ответственность за всё, что может с этим предметом произойти. Но получается, здесь какая ситуация? Шоэль, когда я у тебя отдал живую вещь, я говорю, дай, пожалуйста, попользоваться твоим стеклянным сосудом. И ты говоришь, да, пожалуйста, я остановлюсь Шоэль. Ну, а если я взял у тебя попользоваться, не спросив, как это называется, ты украл у него вещь, нет, я одолжил, просто не спросил. Это называется воровство, это называется одинокий газлан. То есть я без разрешения, брат, чем-то попользоваться, это называется воровство. Даже если ты собирался вернуть, это одинокий газлан. То есть если ты взял что-то без разрешения, закон у тебя, как у газлана, как у человека, который берёт без спроса чужие вещи. Газлан, да, грабитель. Велках, Нидхаев, Беонсе, а поэтому он даже отвечает, мы знаем, что газлан отвечает за форс-мажоры тоже. Пока не вернёт эту вещь хозяину. То есть если вор украл овцу, а потом сделал шуу, да, хотел её вернуть, но по дороге случилось землетрясение, и она провалилась там в бездну, то есть вообще форс-мажор, всё равно отвечать должен газлан. Да, потому что Ганав, потому что он украл. Здесь то же самое. Так он взял без разрешения и начал использовать этот сосуд ребёнка в своих целях. Он стал Шойлем, Шолом и Дат. Он стал одолжившим без разрешения. Закон у него, как у вора. И поэтому он отвечает даже за форс-мажор. Да, разбился, разбился Тара. Это форс-мажор. Тем не менее, отвечать будет тот, кто его, да, одолжил, то есть хозяин лавки. На самом деле, этот же вопрос можно задать в отношении монеты. Мы сказали, что в этой ситуации хозяин лавки должен вернуть ребёнку монеты сдачи и деньги за разбитый сосуд. Да, хорошо. А монеты, почему он должен вернуть? В какой момент, мы ворвем, мы вопрошим, что Оэль и Апундион не шар биадах инвани, ино патур, ад шеявио, ино патур, ад шеявио леяду шаве пундион шемен ве са... Объясняется в Талмуде, что так, как он оставил у себя, у него было две монеты, да, у него была одна монета, как бы, да, пундион, но в одном пундионе два исара, да, у него была 10-рублёвая монета, а молоко стоит 5 рублей. Он ему дал 5 рублей сдачи и дал бидон молока. Ребёнок всё разбил. Так как у продавца остались вторые 5 рублей, говорит Мишна, он должен был сделать так, что отец получит молока на 5 рублей и 5 рублей сдачу. Так как этого не произошло, а 5 рублей было у него, он по-прежнему сохраняет ответственность за всё. Потому что отправил ребёнка с этим. Но если просто гипотетически предположить ситуацию, что он говорит, сынок, ничего не надо, вообще не взял с него денег, вернул его две монеты и дал ему бидон молока, тогда, если бы ребёнок разбил, тогда он был бы по-тур. Но именно тот факт, что он взял деньги за молоко и отправил ребёнка с молоком и со сдачей домой, а тот уронил, разбил, испугался, убежал и монету тоже потерял, то Хэнвани должен будет возмещать всё. Раби Иуда Патер. Нет, Раби Иуда не согласен. Раби Иуда спорит с Танакамой и говорит нет. Ни за что отвечать продавец не должен. Потому что он с этим намерением его послал. Что имеется в виду? Отец, отец виноват. Отец послал своего сына с деньгами и с бидоном. Это отец его с этой целью постал. Чтобы тот купил молоко и принёс ему и молоко, и деньги. Отец же понимал, что ему дадут сдачу. Отец понимал, что он ему нальёт молоко. Даже если тот в процессе воспользовался его тарой для замера для других покупателей, тем не менее, всё равно он не будет за него отвечать. Потому что, по мнению Раби Иуды, у него не статус Газлана, у него статус Шоэля, одолжившего. А так как одолживший тоже отвечает за все прост-мажоры, но одолживший, его ответственность заканчивается, когда он возвращает предмет. Я одолжил у тебя машину бесплатно покататься. Я тебе её вернул. Всё. То есть, если пока я катался на ней, если хоть ураган, что-то случится, я от неё отвечаю 100%. Потому что я Шоэль. Но если я тебе её вернул, всё, моя ответственность закончилась. А вернуть, это вернуть на то место, где я её одолжил. Нефтан, но он сэга. Да? Поэтому есть большая разница между возвратом тары и возвратом молока. Молоко из дачи нужно вернуть отцу. И поэтому, если у него Дин Газлана, то Газлан отвечает за онес, за форс-мажор. Пока предмет не будет возвращен хозяину, то есть отцу. Поэтому по дороге разбившаяся тара лавочник должен за всё платить. Но, если, как Раби Иуда говорит, он Шоэль, он просто Шоэль, одолживший, то его ответственность заканчивается, как только он вернул тару ребёнку, у которого он её одолжил. И поэтому то, что произошло дальше, не касается никак лавочника. Так говорит Раби Иуда, Шоэль, но Аллаха не идёт, по мнению Раби Иуды, к этому уже привыкли, а Аллаха идёт всё-таки по Танакаме. Умудим Хохамин Раби Иуда без манши от слухи бьятатинок. Но при этом, да, Танакама, то есть Хохамим, они согласны с Раби Иудой. В какой ситуации? Они говорят, мы действительно согласны, что ни за что не будет отвечать Хэнвани, но в ситуации, когда тара стеклянная была в руках ребёнка, что имеется, что он не брал использовать тару для других, а только взял эту тару для того, чтобы наполнить её молоком, то есть он замерил этой тарой только для самого ребёнка. В этой ситуации у Мадада Хэнвани Лутухау в Эдраколе Вейтош Шавар отенок этот слухи, да, и дал ребёнку, то есть он просто выпал, он наполнил его тару, дал ему сдачу и всё. В этой ситуации, не использовав тару для других, он не стал Шоэлеме в этой ситуации, действительно, если ребёнок по дороге упадёт и разобьёт всё, Хэнвани Патуру. Лавочник здесь будет ни при чём. Шоэль Вэа Вацмон Атан этот слухит Бьяда Катан, потому что, так как сам отец передал стеклянную тару в руки ребёнку, тогда ответственность на отца, о чём думал отец, эта потеря называется Мидоат, осознанная. То есть, а, ну ребёнок же не понимал, ты понимал, ты, отец, понимал, что ты ему даёшь монету не под расчёт, то есть он назад понесёт деньги, ты понимал, что он понесёт назад данному стеклянную тару, он её несёт, он мог её разбить. Ты всё это понимал, поэтому это твоё знание, ты-то понимал, что делаешь. Кмоша Бернул Эль Барам, Арашемин, Айсар, Хаяв. Но всё равно, говорят мудрецы, да, за сам, за тару и за тару в этой ситуации не будет отвечать лавочник, да, но будет всё равно платить за разлитое масло, это молоко, да, и за монету, которую ребёнок потерял. То есть, видите, касательно тары, это только если он её использовал, а вот касательно её содержимого и сдачи, которую он доверил ребёнку, Хэн Вани, по мнению Танакамы, да, будет отвечать, потому что, ну, нельзя было, да, нельзя было, он должен был сказать, о, молодец, нанёс, всё, я понял. Альберт, однозначно, однозначно здесь что-то не до конца выяснилось, потому что, если он не предупреждён заранее, что никогда ему сдачи не давай, как-то всё смотрится неправильно. Я думаю, что всё зависит от того, как было устроено в те времена. Наверное, часто они сами доставляли лавочники, то есть почему, то есть, видимо, он должен был понять, что он должен был просто взять заказ у ребёнка, взять у него стеклянную тару, которую нужно наполнить, маслом. А тогда деньги зачем? Тогда деньги зачем? Отец передал, принёс, и потом отдал. А, дал бы деньги, не, ну, он не хочет нанести, а потом у них дома не будет денег. Это однозначно, это однозначно договор, прежде чем, что-то зависит от договора. И как ты правильно сказал, в то время, как было принято, но не так, как мы просто объясняли. Это была такая. Дети бегали, несли разные тары и несли деньги. А потом он развозил, он развозил, да, конечно, не детям давал. Поэтому, да, здесь, даже если он в руки не брал тару, чтобы использовать для других, он всё равно будет отвечать за само содержимое и за сдачу, то, что он доверил ребёнку, понести обратно. Да, такая вот интересная мечта, прямо, да, ностальгия по прошлым. Да, ну, хорошо. Окей, давайте скажем, сегодняшнее наше изучение Торы было наше изучение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok